Всем привет, дамы и господа, с вами Корестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл эпичных видео из игры Total War Warhammer. Ваше внимание, я предлагаю бой 2 на 2. Сила зла против сил добра. Играла вместе с Эйзенхорном. Я был за зверолюдов, Эйзенхорн за хаос. Против нас был искусственный интеллект на максимальном уровне сложности. Объединенные силы Бретони и Империи. Но я думаю, все прекрасно понимают, что такие эпичные бои против людей в мультиплеере не записать. Потому что составы тематических битв просто не подобрать, все берут все, что захотят. Здесь же данное видео сделано не с целью показать, у кого длиннее или короче детородный орган. А с целью развлекательной, то есть лицезреть просто эпохальную масштабнейшую битву. У всего на поле боя вышло 7 с лишним тысяч тел. Сражение было кровопролитным, правда довольно скоропостижным. Погнали! Карта Дубомолот. По 30 отрядов у каждого. Больше ставить я не рекомендую. Ну естественно максимальный размер у каждого отряда. Иначе движок игры не успевает переваривать вместе с кровью такое количество спецэффектов. И даже если у вас будет высокий фпс, юниты будут сами по себе дергаться. То есть будет ничего хорошего в плане именно просмотра. Ну что ж, шансы 50 на 50 и сразу начинается бой. Их 4 с половиной тысячи, нас 2 с половиной. Войска элита и у нас и у них. У всех есть патриарты, тяжелая пехота, кавалерия. И герои естественно все у них на этих грибах. Решающая битва. Людей против сил тьмы. Победа или смерть. И сразу идет Бретония в атаку. По моему флангу рыцарь Грааля. Боиют в Бестигоров. Минотавр подключается и пошел замес. Сражение было 7 минут, но это было 7 минут чистой руки. И разбавленной чистой мясорубки. Думаю, тут комментарии излишни. Смотрите сами просто за этим невероятным по масштабам зрелище. В империи есть паровые танки, димми грифы. Естественно, пуча рыцарей, рейкс гвардии. Тяжелая пехота в виде мечников. Валейбордисты все золотые у нас и у них. Но это было сделано с целью затянуть, скажем так, бой. Хотя не получилось. По концовке вы увидите, что сильнее все-таки дисбаланс определенный присутствует в игре. Валейбордисты все золотые университеты все золотые университеты. И вот первый из боев. Я думаю, что они будут довольно частыми гостями на канале. Я свой план продавил. Инотавры делают свое дело. Боровые танки там продолжают обстреливать. Но это уже не влияет на исход. Поединка мы начинаем прожимать. Идемборд там свой план раздавил. И остался только центр. Но под ударами монстров люди бегут. Вращаются в бегство. В Бретоне довольно слабая пехота, но я особо и не ставил им огромного количества халибордистов с копейщиками. У них очень сильный герой. Плюс рыцарь Грааля, рыцарь Лебегатор, рыцарь Королевская ударная конница. Здесь превалировало. Был три Требушей у них в качестве арты. У Узенхорна три адских пушки. У меня три Гегора. Ну и три правых танка в Империи. И командиром у Узенхорна был Афтераэль. Вечный страж. Люди бегут. Идет тут кровавая жатва. Как я говорил, бой был очень быстрым. Я, честно говоря, не рассчитывал на то, что они так легко сдадутся. Их было в два раза больше. И при, в принципе, одинаковых шансах. Вначале, сами видели. У нас было две с половиной тысячи, их было четыре с половиной. И оказали они, надо сказать, минимальное сопротивление. Это к вопросу балансировки игры. Монстры просто карают. Так как у людей их практически нет, ну, кроме, может быть, там, паровых танков у Империи, либо демигрифов, шансы их крайне малы. Таких, как оказалось. Достаточное было количество лепард, чтобы перерубить всех минотавров у людей. Но под давлением со всех сторон они очень быстро сломались, морально и убежали. Я вот свой паровой танк пытаюсь забить минотавров с тяжелым оружием. Попадается со всех сил. Даже, что паровые танки не бегут. Бьются до конца, как и у гномов. Мстители. Ну, и идет преследование. Тут уже и великаны встречаются, минотавры. Горы все еще кидают свои камни магические. На днях, может быть, еще запилим такой же видосик, только в обратном формате. Сила добра против сила зла. Посмотрим, что из этого получится. Ну, и штурмы городов, естественно, тоже будут. Битва из Минастирита. Спустили на колец. Я думаю, что в ближайшее время на канале появятся. Как мы ее проведем, один ли я или вместе с Изенхорном, посмотрим. У меня был этот повтор, но он был на другой версии игры. И сейчас он воспроизводится не корректный бой, воспроизводится не до конца. Поэтому придется переиграть. Изенхорн здесь сражается с паровым танком. Как не может его завалить. И вот она, победа. Дают нам незначительную, хотя, на мой взгляд, мы разнесли их пух и прах. Вот сами смотрите на результат. Нас было гораздо меньше. У меня было всего 910. Изенхорн 1684. Их было 2245. У Бретонии 2321 человек. У Империи. И в итоге потери. У Бретонии 1602. У Империи 1842. Это мы еще не успели всех догнать. У меня 466. Изенхорна 529. Ну и тут сложно посмотреть, кто сколько убил. Я так понимаю, что больше всех убили все-таки кегоры. В Бретонии, естественно, это кавалерия была. Три Буше. Пехота у них вообще практически ни о чем. Ничем не отличилась. Но и Империя. Тоже войска слабо отвоевали. Паровые танки в основном у них на калашмателе. Ни тяжелые мечники, ни алебардисты, ни, собственно говоря, рыцари Империи, Рексгвардии. Рыцари на Демигрифах ничего не смогли сделать. У Изенхорна здесь кто-то воевал лучше всех. Адские пушки много настреляли. Великаны, в принципе. Ну, у него все довольно ровно. Просражалось чуть больше, кто-то чуть меньше. Каких-то явных лидеров выявить сложно. И вот, кстати, герой. Новый янтарный маг был на Демигрифе на Имперском. Карл Франц тоже всего 18,9. Ну и король Луи Леанкур, 32 на своем тоже Грифоне. В общем, довольно посредственно они отвоевали. Имейте в виду, силы тьмы гнут имперцев. По крайней мере, в таких составах. Составы можно балансировать. Шанс был одинаковый, поэтому я поставил разномастные войска, которые могли сопротивляться и нашей пехоте, и монстрам. Но они ничего не смогли сделать, даже с бафами компас, его усилениями. Может быть, в каких-то других составах получится по-другому. Посмотрим. В общем, поставим тоже много монстров. Поставим тяжелую пехоту силам зла. А сами возьмем силы добра и попытаемся взять верх в следующем видео. Надеюсь, что данная серия вам понравилась. Если да, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. На основной, на дополнительный. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok